В детском саду «Солнышко» состоялся семинар-практикум, темой которой стало развитие мышления и воображения в процессе работы с бумагой. А началось всё с неожиданного появления сказочного персонажа Космика, который отправился с ребятами в космическое путешествие для изучения нашей планеты. После чего воспитанники средней группы под руководством Марины Пащенко продемонстрировали мастерство выполнения аппликации в технике «Арис Фолдинг». Ребята выполняли задания «Разноцветная планета». Показатель говорил, чтобы мы приклеивали за схемой полоску. Трудно, но у меня всё сразу получилось. Показательные занятия в старшей группе проходили в рамках образовательного клуба технической направленности «Квадратик энд ко». Воспитатель первой категории Наталья Цитурян начала занятия с разминки. «Отружает всё забор, за забором чистый двор». Ребята удивляли зрителей своими стараниями и умениями в технике оригами. В древнейшем искусстве складывания фигурок из бумаги, получившем своё развитие в стране восходящего солнца. С помощью пиксельной мозаики дети создали объёмные изображения совы. После занятий поблагодарили присутствующих за внимание традиционным японским прощанием. «Дети направлены на результат, поэтому работы по продуктивной деятельности, они всегда сопровождаются высокой эмоциональностью. Потому что дети стараются получить наилучшую, изготовить лучшую поделку». Опыт работы и уникальная техника исполнения Натальи Цитурян привели в восторг большую часть аудитории. Взрослые участники семинара были вовлечены в творческий мастер-класс по изготовлению поделок. Равнодушным не остался никто. «Оригами» — это, конечно, безусловно, очень широкий и богатый потенциал в себе таит, с помощью которого мы можем решать все задачи, поставленные программой и не только. То есть это и логическое мышление, и мелкая моторика, безусловно, на первом месте стоит. Это и развитие речи как следствие. В подведении итогов встречи затронули важность формирования и развития творческого мышления у детей в процессе работы с бумагой. Подобная практическая деятельность детям не только полезна, но и очень интересна.